— Отдельно у меня есть мысль, что порассказывать про названия денег разных стран, которые часто встречаются в литературе и которые сложно представить, если вы с ними не знакомы. Показать, как выглядят шиллинги из романов про Шерлока Холмса, EQ из романов Дюма и так далее, описать, показать какие-то монеты. Вот здесь проведена цитата как раз из «Трех мушкетёров» про EQ, про то, что мушкетёров, что Дельтайан, приехал в Париж с 5-ю EQ. EQ — это крупная серебряная монета, но в целом это состояние было очень небольшим, хоть и все-таки это были реальные деньги, на которые можно было купить что-то солидное, снять шилье. Здесь показан одно из последних EQ, так как EQ короче ассоциировалось с королём, то после революции 1792 года этот номинал исчез из Франции и его заменили на франки, которые отсылали к Франции в более общенародной валюте. Вот здесь показан EQ 1792 года. В 1789 году началась Великая французская эволюция, известная всем взятие Бастилии, которое было в основном более символическим, чем реально влиявшим на что-то, потому что гарнизон Бастилии состоял из ста человек, а в самой тюрьме находилось около семи заключенных, но она олицетворяла самодержавие, поэтому так запечатлелось в истории этого события. Но первоначально не было стремления организовать республику, так как это было очень сложно. Революция была одновременно происходила по всем социальным классам, поэтому её теоретику, так сказать, в целом составляли образованные люди, которые стремились к плавному улучшению гражданских прав и к переходу к конституционной монархии. То есть они старались убедить в этом короля Людовика XVI, и в целом их программа была достаточно умеренной, но определенные события не позволили случиться тому, как всё планировалось, потому что аристократия и сама правящая династия король были против даже конституционной монархии и в целом вели свою игру. На следующем показано EQ 1793 года. В 1791 году под влиянием революции была принята конституция, которая подтверждала конституционную монархию. Как мы видим, на этой монете с одной стороны слева изображен король, а справа конституция и французские символы. Фрагийский колпак и справа петух, который является одним из символов Франции. Но оказалось, что король не хотел принимать конституционную монархию, вскрылась переписка тайная с представителями других стран, из которой стало очевидно, что король замышлял всё-таки с помощью интервентов других стран справиться с революционерами, в результате чего в 1793 году последовала суть и казнь бюдовика 16-го. В дальнейшие шесть лет произошло множество всяких революционных событий. Власть переходила из рук в руки, политические конкуренты уничтожали друг друга. Даже сначала произошел переход к полной республике, которая оказалась неспособна наладить экономику. Франция была в состоянии войны, богатые люди массово эмигрировали, что в целом привело к тому, в этот же период Франция, потеря самодержавия Франции, очень негативно воспринималась монархами соседних государств, то есть все хотели не допустить распространения революционных идей, и поэтому в Францию начали вторгаться государства соседние Австрии, Италия. И этот период был очень хаотичен в французской истории. По окончании его в 1799 году к власти пришел Наполеон, который, наоборот, обратно централизировал ее в своих руках. Наполеон стал известен как генерал в ходе египетского похода, и впоследствии он сначала стал премьером Франции, потом он стал императором, провел достаточно блистательную военную кампанию в Европе, но по какой-то причине у него не получалось делать обстановку государственную более мирной, то есть он всегда с кем-то воевал, долгое время он при этом побеждал, но народ Европы уставал от войны при этом. И здесь отдельно можно остановиться на таком моменте, что все мы в школе учим, что Наполеон напал на Россию, Наполеон пришел во главе огромного войска к Москве, в том, что все мы знаем Бородинское сражение, все мы знаем дальнейшее отступление французов, но почему-то в школьной программе очень мало, не дается никакого контекста, то есть почему Наполеон напал на Россию, почему именно на Москву, если столицей был Санкт-Петербург, император Александр и двое находились в Санкт-Петербурге, а Москва была значимым городом торговым, значимым символическим, но все-таки не столицей. И очевидно, что Наполеон не собирался захватывать всю Россию, Наполеон не хотел обходить с этой армией все города. Ну вот в чате пишут, что Наполеон понимал, что важно жить в Москву, но по факту, ну как сказать, сейчас будет мое мнение, но, ну то есть оно не... Не знаю, насколько оно субъективно подкреплено историческими источниками, но, на мой взгляд, Наполеон хотел по образцу своих предыдущих походов в Европе, то есть, допустим, когда Наполеон в 1804 году захватил Айм, после этого Италия быстро сдалась на его милость и выплатила гигантские контрибуции, на которых Наполеону для... Так как армия была из наемных солдат, нужны были всегда деньги, то есть он воевал блистательно, но на армию, которая у него была, ему всегда нужно было дополнительное золото, поэтому при военных победах военные торфейши использовались на поддержание состояния армии. И у меня сформировалось впечатление, что Наполеон рассчитывал взять Москву, как богатый торговый город, получить торфей в самой Москве и на основании этого склонить к миру Александра Первого, тоже на своих условиях, тоже с выплатой России какого-то числа денег, золотом, которое бы упорочило власть Наполеона в Европе и позволило бы как раз оплатить расходы на всю эту гигантскую армию, которая в то время была, насколько я знаю, вообще самой большой армией из собираемых в Европе. Но в результате получилось, что Наполеон не выиграл генеральное сражение, Москва была совершена, Наполеону неоткуда было взять торфей, Александр Первый не согласился как-то реагировать на захват Москвы, то есть, насколько я помню, мне подалось, что он говорил, что он готов быть со своими подданными королем хоть Сибири, хоть Камчатки, и что Наполеон может продолжать пытаться захватывать города, и в результате это совокупность, то, что Наполеон не ожидал такого развития событий, я поставил его армию в очень тяжелое положение, очень сильно упал моральный дух, когда стало понятно, что нет ни торфеев, ни какого-то встречающего радостно захваченного города крупного, что в результате повело к... Также дальнейшие события всем известно, что французов отступали по уже взореным землям благодаря грамотной тактике российских генералов. Ну, так, в чатике много сообщений, сейчас зайдем. Так, ну, про общие вопросы отвечу в конце. Про столицу знал, конечно, прекрасно, что перенесли, но вот мне кажется, что именно хотел захватить богатый торговый город, получить его богатство и экономическую выгоду политическую через это. Соответственно, в конце концов, в 1815 году Баллион уже успел вернуться из первой ссылки, снова собрать армию во Франции и быть в конце побежденным в 1815 году при Ватерло, после чего на Тарум Франции был опять посажен монарх из династии Барбонов, под влиянием монархов других стран. Потом в 1824 году этого монарха сменил более консервативный Карл X, который за 6 лет правления своим консервативным подходом все-таки французам не нравился. Они произвели еще одну революцию, которая была тоже по сути не в сторону республики, а в сторону конституционной монархии, просто с более либеральным монархом. тут мы переходим к картине «Свобода ведущий народ», всем прекрасно известная картина «Де Лукроа», один из самых узнаваемых французских произведений, одно из самых узнаваемых французских произведений в мире. С картином была написана как раз именно через несколько месяцев после революции 1830 года. На картине изображена женщина в фрагийском колпаке, которая олицетворяет Францию и по сути до сих пор является национальным символом Тайкалуэль, который как раз является символом Франции как государства и по сути антимонархическим символом. Здесь еще показаны люди, представители разных сословий. Вот внизу картины показаны павшие солдаты, защищающие короля, и картина несла в себе явный революционный дух. Она не была каким... С одной стороны она аллегорична, так как женщина олицетворяет свободу в сравнении. С другой стороны она очень реалистична в том плане, что показаны и трупы, и на героях картины. Допустим, у мальчика к поясу привязана сумка артиллерийская, которая не артиллерийская, а с вооружением, которая явно украдена у какого-то солдата, потому что на ней присутствует королевский символ. здесь возможно не видно при такой детализации, но то есть у этих революционеров явно есть какие-то украденные предметы, они явно не идеализированы, но получается, что картина при этом сделана в реалистичном стиле, очень динамичная, яркая, эта эраистичность долгое время как раз тяжело воспринималась благородными людьми, то есть несмотря на то, что они в основном все и принимали участие в событиях, знали, что она достаточно близка к реальным событиям, потому что была достаточно королевная революция, но тем не менее люди через 10, 20, 30 лет после этого часто не хотели видеть именно такие жестокие появления того времени, потому что видно, что у фигури снизу украдена одежда, появление достаточно жестоких моментов. Картина была из-за того, что французское общество колебалось часто от революционных монархическим настроениям. Картина сначала была выкуплена государством, потом, как слишком провокационно спрятана в запаснике, в 1832 году произошла неудачная попытка революции, после чего картина вообще была возвращена художнику. Через 15 лет монарх, который в 1830 году был представлен как более либеральный, тоже скатился к абсолютизму, после чего был свергнут, и картина опять стала символом французской революции. С 1874 года она находится в Лувре. Считается, что картина послужила источником образов для романа «Отверженные Виктория Гюго» и для «Статуи Свободы». Также неизвестно попало ли, не видел монет с ними, но данная сам Долкура и композиция из этой картины попала на крупную банкноту в 100 франков в 90-е годы французскую. Вот такой пяткий рассказ о картине, первый рассказ о картине для меня. Ну, на этом все по презентации на сегодня. Спасибо, что слушаю.